Игорь Страс, служащий мэрии, извините, но вопрос о вашей пенсии откладывается на неопределённое время. И ваши, и ваши, и ваши, и ваши. Вопросы о отложенной пенсии как никогда актуальны именно в октябре 2018. Действие происходит в среднестатистическом городке, где мужчины обсуждают газетные новости, а женщины становятся неверными от скуки. В полицию не дозвониться, а в кабинеты власти не достучаться. Извините, господин Аполлон, но ответ из министерства ещё не пришёл. Жители города – самые обычные люди с именами из древнегреческих мифов. Правда, в отличие от богов, живут они не на Олимпе, а каждый в своей крохотной комнатушке. Конечно, домики – это символизм. Это символы, и каждый зритель видит себя в этом домике. У Гермиона он в посуде весь, у Аполлона это книги. У каждого персонажа свой домик, и, конечно, они дают хорошую атмосферу и характеризуют героя. У нас на Земле силы тяжести больше? Аполлон подтвердит? Да. Поэтому они просто ногами ходить не способны. Для этого у них есть специальные пружинные ходули. Пауки. Ходули. Следы. Размеренную жизнь нарушают марсиане, которые ничего не намерены захватывать люди и сами без боя сдают себя и подчиняются за деньги. Кстати, второе нашествие марсиан не ставилось раньше ни в одном театре мира. Ставить что-то в первый раз, какое-то произведение – это всегда интересно. Это интересно артисту, режиссеру, это интересно общественности. Недели две мы сидели только с текстом, наверное, за столами. Вставали из-за стола, пробовали что-то ногами, как говорится, возвращались опять за столы. Друга таки написали эту пьесу в 60-е годы. То есть вопросы конформизма, они очень актуальны сейчас. Страшно актуальны. Потому что совершить поступок или остаться в стороне. Вы знаете, вот особенно в 18-м году в этом это очень актуально. Я думаю, что все-таки общество, нужно все-таки задуматься над тем, как мы живем, как мы относимся вообще к нашей жизни, к нашим друг другу, ну друг другу. Я волнуюсь немножко. И вообще отношения друг к другу я так поняла. Вот мне в частности очень интересно, почему всегда чиновников изображают негативными персонажами. Практически в каждом спектакле обязательно пройдутся по чиновникам каким-нибудь образом. Это несправедливо. Да, я считаю, это не очень справедливо. А справедливо ли это, каждый решает для себя. Постановка приглашенного режиссера из Санкт-Петербурга Тимура Насирова вошла в репертуар драматического театра. Поэтому следите за афишами и становитесь частью мировой премьеры. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости Верхниками. Евгения. Евгения.